Всем привет дорогие друзья, с вами Дядюшка Розе и это обновление 22.11.23 года. Что нас ждет? Подбор для храма Зепара. Что мы тут видим? Группа Арена 1, Бартс, Зигхард 03, Эрика 05. Группа 2, Зигхард, Пиона, Эрика. Очень как-то интересно они сделали. Это они как-то поделили слабые сервера что ли? Ничего я не пойму. Завершается Остров Дьявола. Исправлена ошибка, из-за которой отображался значок ивента подземелья, в который нельзя войти. Кстати очень бесил. Кому-то что-то не нравится, что-то сделали с ареной. Та-рам-па, тара-та-та, тара-та-та-та-та. Добавляются 3 ивента. Первый ивент это в 12.30 и в 20.30. В обед и вечером. Там очень быстренько, пару минуточек всего лишь. Мы находимся, убиваем там монстров, появляется в конце РБ, убиваем его и на этом все завершается. Разные итемчики, можно бласовенные свитки вот поиметь даже. Руины Бьоры и Башни Дерзости увеличено время. То бишь Бьоры 4 часа, Башни Дерзости 14 часов в неделю. Будет длиться до 29 числа. Будет приходить писемка в 9 утра и в 21.00 вечером. Виталочка и там будет сундучок. Реликвия энергии. Зелье развития, зелье пробуждения. Очень неплохо, ну низкого качества. Но все равно. Также добавляется бонус за донат. Финальная награда от редкий до легендарный. 11 раз карта. Очень вкусненько. Бонус на 7 дней. Ежедневная награда карты. Очень неплохо, я бы сказал. Так, сейчас сами подземелье. Сундучок с орденами. Шанс получить героическую карту. Кристаллы души. Ну, очень вкусненько. Очень вкусненько. Переходим в донат Моазин. Смены сервера нет. Если мы скупаем 4 пака, мы получаем дополнительно рунку. В самих паках видим Блассейная вода. 10 штучек. Реликвия энергии. 250 штук. Также ее можно преобразовать в сверкающий сундук удачи. Кристаллами. Улучшенными кристаллами. Высшего качества на выбор по особе. Ордена. Также карты улучшенный легендарный. Улучшенный героический. По 5 штучек. По 11 раз. Идет шквал Сайхи, за который можно скрафтить броню. Очень невыгодно. Очень невкусно. Успеете, когда выйдет это видео, еще. Если хотите, пробуйте пытать удачу именно вот такие свитки крафтить. Сразу обращайте внимание, потому что вот их очень вкусно скупают. Хорошо, видим, 43 свитка уже есть. Ироический доспех на выбор. Мантия Терсия, не знаю. Это того не стоит. Глассовенный Эвой и Надрил. Добавятся новые земли. Город. Где люди и эльфы живут вместе. Он знаменит своей архитектурой. Которая находится в гармонии с природой. Также добавляется босс. Поля Безмолвием. Видим, с него фиольчик падает. Побережье богини. Места для кача. Также еще один босс добавляется. Или это инстант будет? Остров Безумия. Где после поражения в битве с людьми и эльфами скрывается последователь Шилен. Не знаю, кто это Шилен. По приказу Фафуриона Мадеус наблюдает за и Надрилом. И скрытой в глубинах острове Долины Бесконечности. Очень интересно. Болото разложения тоже места для кача. И также замок. Замок и Надрил. Новый класс с рапирой. Два красных героя и два фиол. Очень интересненько. Также новые умения класса. Жало. Падающая звезда 1. Парирование стрел. Мерцание. Компаньон. Также добавляются 3 новых Агатиона. Мифический, легендарный и героический. Такой чудовищный дракон. Урон от оружия. Пробитие блока. Игнорирование снижения урона. И самый Агатион при успешной атаке уменьшает для цели сопротивление урона от оружия. Агатиончик для Милика. Также мы видим очень крутые билеты восстановления Леи. Но в этих билетах, сразу скажу, не будет смены класса. Чтобы этими билетами воспользоваться, билет снаряжения восстанавливает снаряжение, которое было утеряно до 10 октября. А вот с Агатионами уже лучше. Агатионы, вот если вы вчера, например, у вас был неудачный трай, вам дадут повторить этот трай. Ну какой у вас был самый высокий трай? На мифического дракошика был трай, да? И вы сможете его повторить, если бы он у вас был. Ну тоже самое легендарный трай. Самый высокий трай, который у вас был. Золотой билет Леи восстановления. Оружие, которое исчезло при неудачной модификации. Если вы, ну там, восстановите оружие, которое там точили, к примеру, какую-то красную пушку вы на 10 точили, вы можете восстановить пушку на 9. Но в дальнейшем восстановить будет нельзя. Если вы попытаетесь еще раз заточить, в дальнейшем не вернете это оружие. Оно становится привязанным, вроде бы, да, если я не ошибаюсь. Также доспех и украшение. Вот, золотой билет Леи Агатиона и Класса позволяет произвести попытку синтеза Агатиона и Класса наивысшего ранга из вашей истории синтеза. И также золотой билет Леи Мастера Агатиона и Класса. Аналогичная попытка трай на Агатион и Класс, но это с повышенным шансом. Чем больше у вас было Трайл, тем выше шанс, что вы получите там Фиол или Мифический Агатион. Думаю, с билетом и все. А дальше у нас только обновление, да? Появится Баюм, но это уже через обновление. Что нас ждет? Клановая подземелья с новым РБ. Бесконечное изменение, обновление классов. Какой-то будет ребаланс классов, видимо. Так, а на этом все. С вами был Дядюшка Розе. Всем до новых встреч!